11 июля 1893 года предприниматель Кокити Микимото впервые получил искусственный жемчуг, за что получил прозвище «жемчужный король». Японец разработал процесс, который совпадает с естественным. Он вводил инородные тела в раковины устриц, затем помещал их в бамбуковые корзины и погружал в море. Так он получил свой первый полукруглый искусственный жемчуг. Позже он открыл свой бутик в Токио. Его украшения пользовались огромным спросом, и вскоре магазины Микимото были открыты в США и Европе. Сам же японец всю жизнь мечтал, чтобы женщины всего мира носили на шее его жемчуг. В этот день, в 1998 году, в Москве состоялось открытие всемирных юношеских игр, в которых приняли участие спортсмены из 140 стран мира. В программу соревнований были включены 15 направлений футбол, легкая атлетика, плавание, баскетбол, волейбол и так далее. Талисманом игр стал Мишутко, сын олимпийского Мишки. Специально к турниру Центральный банк России выпустил серию из шести серебряных памятных монет, посвященных всемирным юношеским играм в Москве. Сегодня свой 85-й день рождения отмечает итальянский модельер и основатель компании Армани Джорджио Армани. В детстве он мечтал стать врачом, поступил в медицинский вуз, но после двух лет обучения забрал документы ради службы в армии. Однако и там он не задержался надолго. В итоге во время увлечения фотографией Армани предложили оформить витрину одного из магазинов. Этот момент и стал ключевым в карьере будущего кутюрье. Первую коллекцию Армани представил в 1974 году, а широкую известность получил после выхода фильма «Американский жиголо». В нем снялся Ричард Гир, который демонстрировал костюмы итальянского дизайнера. Сейчас Джорджио Армани один из самых модных и узнаваемых брендов. Он дважды создавал униформу для английской футбольной сборной и итальянской олимпийской сборной для летних игр 2012 года. А с 2007 года разрабатывает дизайн формы лондонского клуба «Челси». Также дизайнер против моделей, страдающих анорексией. А на Южном Урале в этот день произошло следующее. Сегодня исполняется 70 лет со дня выпадения метеоритного дождя в Кунашакском районе. Кунашак – это каменный метеорит Хандрит, общим весом 200 килограмм, 20 фрагментов. Приблизительно 8 часов 20 минут полет метеорита был зафиксирован в городе Свердловске. Большая часть фрагментов метеорита упали в озеро Чебакуль, которое находится в 50 километрах севернее от города Челябинск.